Приветствую вас на первом циничном канале и сегодня мы поговорим об определенном типе женщин, от которых лучше держаться подальше. Я думаю, что эта тема будет очень актуальна после стрима про Маргариту, про булгаковскую Маргариту, но обо всем по порядку. Вообще говоря об этом типе женщин, немножечко затронем причины плохих отношений с женщинами. Допустим, у вас когда-то были или сейчас, ну скажем так, плохие отношения не складываются, отношения с женщинами. Вы можете так или иначе искать мотивы этих плохих отношений и иногда можете заблуждаться относительно мотивов. Вот сейчас давайте немножечко побольше поговорим по мотивам. И может быть за счет мотивов женщин, скажем так, поддерживать с вами или не поддерживать плохие отношения, но скорее поддерживать, вы поймете о каком типе женщин идет речь. Но еще раз говорю, булгаковская Маргарита, наверное, будет прологом ко всему к этому. Так вот, начну с истории своего, получается, дяди, родного дяди, брата отца, но которого я не застал при своей жизни. Может быть, я даже упоминал его, да, точно упоминал. Так вот, очень интересный был человек. Всю жизнь вешался. Писал завещание, повешусь, повешусь, повешусь. Любой человек, который приходил в гости, он ему выдавал завещание. У него, правда, ничего не было толком. Ну, вот какие-то он ему там крохи завещал. Его мать, собственно, моя бабка, сказала, что он непременно повесится, рано или поздно. Она на него смотрела уже как, ну, практически на полупокойника. Ее считали в деревне ведьмой, немножечко деревенские. И, соответственно, она сказала, что человек, который хотя бы раз примерил петлю на голову, на шею, он точно повесится. Анчутка заберет. Некий злой дух, Анчутка. Так вот, дальше этот дядя мой женился. Женился, недолго прожил с женой. Жена его поперла из квартиры. Он в ее квартиру переехал из квартиры родительской, где жила многодетная семья. Переехал в ее квартиру, жена его поперла, имела полное право юридически. И он, соответственно, вернулся в квартиру. В свою. А там уже успел выписаться, прописавшись в ее. И она его выписала. То есть, короче говоря, он оказался, вот не знаю, без прописок ли он оказался, или он был прописан, его просто не пустили. В любом случае, так или иначе, вот не знаю юридической подоплеки, жена его точно вышибла из квартиры, из своей. Так вот, он пришел в квартиру в родительскую, и практически вся семья его не приняла. Нет, чувак, ты ушел, так ушел. Все, здесь тебе делать нечего. Думай сам. Но он пошел, недолго думай, повесился. Так вот, смотрите, в данной ситуации, в основном, против его возвращения, просто не дали вернуться в отчий дом, была мать, родная мать, и сестры. Его родные и сестры. То есть, смотрите, казалось бы, разные женщины, но какая слаженная игра. Это практически, вот, один дает пас, другой зашибает гол. Очень слаженная игра. То есть, он бы не повесился, скажем так, навались на него какая-то неприятность, непонимание с этими родственниками, или же непонимание с женой. То есть, фактически, у человека была очень сложная ситуация. И его, не то чтобы потому, что он хотел повеситься, там, анчутка его забрала, его подвели. Его подвели, при этом изначально признавали, что некий, некий или некая анчутка на него будет влиять. Поэтому, в понимании его матери, здесь, смотрите, сколько действующих лиц, которые его забили. Бывшая его, сама мать, сестры и анчутка. То есть, по крайней мере, моя бабка отводила анчутке наиболее решающую роль. То есть, смотрите, сколько женщин, казалось бы, между друг с другом, не общающихся, да еще и явно злой дух. И все действуют воедино. Вот, что касается мотиваций. Некоторых женщин, ну, по поводу плохих отношений. Так вот, многие комрады, это теперь уже абстрагируясь от этой истории, многие комрады мне рассказывали, что как только происходит какая-то неприятность, серьезная неприятность в жизни, то жена начинает, как бы, добивать. Вместо того, чтобы пожалеть, кто-то из комрадов, там, теряет близкого человека, или же проблемы с работой, со здоровьем, то жена начинает работать на добивание. Казалось бы, зачем, да, когда нужно поддержать? Нет, просто человек сначала ищет сочувствия, потом просто говорит, дай мне покой, хрен с тобой, не можешь сочувствовать, просто отойди. Нет, начинается добивание. То есть, именно вот этот удар в слабую точку. Так вот, друзья, теперь у меня вопрос. Вот это добивание, как было, допустим, у моего дяди, которого добила родня с Анчуткой, добивание у многих комрадов, как вам кажется, оно социально обусловлено, или же нет? Или же хотя бы иногда оно социально не обусловлено? То есть, ну, понятно, что, допустим, может быть там наследство какое-то хочет получить, вместо того, чтобы разводом лучше вдовой стать. Понятно. Но когда ничего нет, когда речь там о рваных портянках, то же самое происходит зачастую, не всегда. Поэтому подумайте, нет ли здесь хотя бы какой-то части социально необусловленного явления? А если оно социально не обусловлено, добивание ради добивания, то каким образом оно тогда обусловлено? Может быть есть некая мистическая составляющая? И вот здесь я предложил бы вам тест. Как раз тест, который поможет выявить вам определенный тип женщин, с чего я начал, от которых стоит держаться подальше. Итак, конкретные вопросы. Смотрите, бывает ли в вашей жизни две пары вопросов? Четыре вопроса всего, две пары. Итак, первая пара. Первый вопрос, первая пара. Атакует одна, атакует несколько. То есть, например, у вас разладились отношения с женой, ваша мать об этом не знает, но тоже начинает резко портить отношения, но она не знает. Или же коллеги по работе этого не знают, но резко обостряют отношения. У вас с домашними испортились отношения с женщинами, на работе коллегам вы это даже близко не говорили, они начинают атаковать, портят отношения. То есть, как будто бы идет поддержка атаки. Мы атакуем одним фронтом, давайте, ребятки, бейте, как будто у них рация есть, бейте с той стороны. Все, чтобы атака была поддержана. Вот этот момент. Второй вопрос, первой пары. Случается лажа в жизни, сразу атакуют какие-то женщины. Я не говорю, что все, но какие-то. То есть, это не обязательно испортились отношения с одной, вас другая атаковала, а я уже сказал, потеря близкого, потеря здоровья, и то же самое. Не зная об этом, то есть, вы не говорили коллегам, что у вас там близкий родственник скончался, но, тем не менее, видите от них атаку. То есть, тут вопрос еще не только в их там жестокости, а вопрос, откуда они знают, когда поддержать атаку. Кто им парацита сообщил, что поддержите атаку. Вот это первая пара вопросов. Подумайте, бывает ли так. Вторая пара вопросов, это вы уже можете сами протестировать. Сказали, что вас атаковали, и вас тут же атакуют. То есть, допустим, вы говорите матери, что у вас испортились отношения с женой, и мать сразу же начинает атаковать. Говорите коллегам, что с домашними испортились, и вас тут же начинают атаковать. То есть, сами они не допетрили. Но, соответственно, узнав, попытались поддержать атаку. И второй, второй пары, второй вопрос второй пары, то же самое. Сказали, что была лажа в жизни, вас начинают атаковать. Некоторые женщины. То есть, сами они не допетрили. И получается, что если вы выявите вот два типа, ну, такие два типа женщин, первое, что они сами учуяли, что у вас что-то не так, и на добивание пошли. Второй вариант вы сказали, и они тут же на добивание пошли. Тогда, еще один вопрос, вот кроме этих двух пар. Не кажется ли вам, что женщины из первой пары, те, которым не надо ничего было говорить, которые сами все почувствовали, они выглядят более эффектно, более богато, если хотите, более прошаренные. То есть, не то, чтобы они прошаренные в каком-то свете. Нет. Они как раз, скорее, прошаренные в тьме. Но это в то же время, смотрите, ну, вы понимаете разницу, например, между роковой женщиной, там, не знаю, какой-нибудь королевой, которая постоянно вдовой остается, или принцессой, и, допустим, какой-нибудь девкой из сельской дискотеки, которая 50 человек трипером заразила. То есть, и там, и там, скажем так, роковая женщина. Но все-таки, в первом случае, там, этикет, манеры, очень такое умение держаться в высшем обществе. И второй вариант, сами понимаете, что. И та, и та, можно сказать, что это роковая женщина. У одной, почему-то, мужья короли погибают, там, кто в войнах погиб, кто в результате дворцовых переворотов. А другая, просто всю деревню трипером заразила. Так вот, и та, и та роковая женщина. Но разницу, понимаете? Так вот, как раз, то, о чем я говорил, тот тип женщин, который я пытаюсь описать, он больше похож на первую. Это манерные женщины, это, скажем так, знающие себе цену, и так далее. То есть, это что-то такое в районе десятки, очень холеное, очень ухоженное, умеющее себя держать. Так вот, не кажется ли вам, что эта женщина немножечко содержит в себе налет Воланда? Воланд, сатана, высший зашквар. Я про Маргариту говорил. Но это же не шариковщина. Это интеллигент. Воланд, ну там, вокруг него свиты еще более-менее там дуркует. Но сам Воланд не дуркует. Это интеллигенция. Это очень такое умение себя подать и держать. Это, в общем-то, то, что вызывает симпатию светского человека. Так вот, здесь налет этого Воланда, вот этого всего, что я перечислил, на женщине. Так вот, не кажется ли вам, что такой тип женщины имеет уже чутье на чернуху? То есть, он мистически чувствует, когда нужно ударить. И, соответственно, получается, что без союзника здесь не обойдется. Кто выполняет функцию рации? Неанчутка ли? Неанчутка ли как раз руководит вот этими женщинами? Так вот, если вы поймете примерно, про какой тип женщины я сейчас говорю, я больше просто зарисовки, вот, обрисовываю контур, то вы поймете, с кем не стоит связываться. Эдакие полумаргариты, полуволанды, которые очень хорошо умеют себя держать, очень хорошо умеют себя подать, но в то же время попробуйте увидеть. И если вы действительно будете внимательно смотреть, вы увидите в них мистическую составляющую. То есть они будут очень четко знать, когда 5 грамм чернухи, вовремя поданные, становятся 5 килограммами. Когда действительно можно человека обидеть так, что он пойдет и повесится. В любом другом варианте это было бы, ну, скорее просто какая-то там кошка пробежала, разногласия. Но здесь это женщины одного выстрела. Это не те хабалки, которые будут с вами там ругаться, кровь сосать, гнать на третью работу. Это что-то вроде древней охоты на снежного барса. Когда охотник приходил, расстилал кожи, там шкуры, ложился на них и неделю лежал, под себя ходил. Но перед этим ел, соответственно, там жирную пищу, но не объемную, чтобы не особо ходить. И был у него всего один выстрел. Через неделю он выжидал барса, который шел где-то, и у него один выстрел. Если промажет, второго не будет, все, можно уходить. Вот таким образом охотились на снежного барса, и это считался очень серьезный трофей. То есть, это женщина, которая не повысит голос, будет очень обходительно, будет с вами поддерживать видимость хороших отношений, но потом один выстрел, и все. Вот такой тип женщин. Надеюсь, в принципе, довольно близко к, скажем так, к облику обрисовал. Поймете, посмотрите за своим окружением, может быть, вы где-то увидите, может быть, вы где-то проанализируете, что как-то странно в вашей жизни было. Происходит какая-то неприятность, или же там с женщинами закусились, или же просто неприятность, и какой-то тип женщин начинает сразу же работать на добивание. Вот попытайтесь понять, что общего среди этих женщин, которые работают на добивание. Что общего? И тогда вы поймете, о каком типе женщин идет речь. И тогда, может быть, вы поймете суть этих женщин. Откуда они получают информацию, на кого они работают. Я сейчас не буду уже разжевывать очевидные вещи. На кого работают, с какой целью. И когда вам покажется, что, ну, те претензии, скажем так, которые женщина озвучивает, что они реальны, ну, может быть, вы недолго будете так думать. Что, там, не знаю, квартира нужна, жилплощадь нужна, и так далее. Нужна ли была жилплощадь, которую бы там занимал вот этот полузабитый мой дядя? Так ли уж его сестры переживали за то, что он там займет свой угол, который занимал? Или, может быть, им нужен был, его выпил? Вот подумайте над этим. Кому они служат? И, соответственно, вычислив, что это за женщина, все-таки рекомендую вам очень на большом расстоянии обегать. Ну, вот, такие соображения. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...